Здравствуйте, в эфире телеканал Вайтон ТВ, программа с большой буквы. В студии я и ведущий Александр Гурарье и дипломат, бывший посол Израиля в России и Украине, старший офицер военной разведки Цвин Маген. Здравствуйте. Мы из истории знаем, что была столетняя война, мы из истории более недалекой, более свежей знаем, что была шестидневная война, а вот тут мы были свидетелями двухдневной войны. Я напоминаю нашим зрителям, кто не вполне в курсе, в течение двух дней после того, как Израиль ликвидировал главаря исламского джихада, а ликвидировал он его в ответ на серию ракетных обстрелов, которые проводились в прошлом месяце и пострадали несколько человек, ракеты подали награда на поселке Израиля. После ликвидации этого главаря исламского джихада на Израиль посыпались ракеты. В течение двух дней по Израилю было выпущено около 400 ракет, пострадало более 100 человек, нет, менее 100 человек, если не ошибаюсь, что-то человек 40 или 50 пострадало, но, к счастью, не было погибших. То есть, система оповещения сработала отлично, система противоракетной обороны сработала отлично, палестинцы сообщают о 32 погибших, скромно умалчивая, что среди них в основном это боевики исламского джихада. Цви, мой первый вопрос, вот эта ликвидация, про которую, в общем-то, как нам говорят, собирались это сделать давным-давно, почему это сделано именно сейчас было? Вопросы политических, как говорят, за эти последние два-три дня его часто поднимают. Боже, сохрани, я вот не хотел произносить это слово, что это политический вопрос, вы сами это сказали. Бытует мнение в определенных кругах, что это было, собственно говоря, сделано по политическим, так сказать, соображениям. Это, не дай бог, в преддверии выборов, в общем-то, формирование правительства. Отвечаю те, которые мыслят иначе, что, вот смотрите, не только премьер-министр, которого в этом обвиняют, но и высшее командование вооруженных сил и спецслужб, директор спецслужбы высказался по этому вопросу, что вот, эта операция готовилась давно, вот теперь создались соответственные условия, и как раз в эти, в сочетании с звездом сказал, получилось таково, что нужно было действовать той ночью, что было принято как решение вообще всего в аэрополитическом кабинете. Я не знаю, каковы мотивы были у каждого из участников этого процесса, но есть мнение. Я лично считаю, что в конце концов, действительно, эту операцию надо было совершать раньше или позже. Нельзя ее было откладывать, потому что, когда получилось бы снова по политическим соображениям, не провели операцию, это не знаю, что хуже просто. И поэтому ее провели, ее поддержали, по-моему, кроме, конечно, естественно, военных и политиков в этом правительстве, поддержали, по-моему, в оппозиции тоже, так что в этом отношении нет, скажем, большого впростительного знака. Она, вероятнее всего, была необходимой, она была минималистическая, если можно так сказать. Да, ее называют хирургическая операция, то есть ракета влетела в окно спальни, и пострадали только два человека, это вот сам этот джихадист и его супруга, которые, так сказать, мирно спали. То есть никто, ни соседи, ни родственники не пострадал, никто. Это ювелирная работа. Но я параллельно хотел спросить, почти в то же самое время, там, с интервалом в несколько часов, произошло нечто подобное в Дамаске, в столице Сирии. Израиль так и не признал, если я не ошибаюсь, до конца свое, так сказать, авторство этой операции. Но операция уже очень сильно походила на операцию в Газии. Напоминаю, что погиб сын одного из руководителей исламского джихада. Ну, вероятнее всего, речь шла именно о самом руководителе, но ему повезло, его семья действительно была там поражена. Но сын, в смысле, не ребенок, он взрослый, вполне, так сказать, респектабельный боевик. Но действительно, Израиль в этом отношении не признал за собой участие в этой операции. Естественно, с той стороны было сказано однозначно, что подозревают, обвиняют Израиль на нанесении удара. Тут двойная проблема, во-первых, проблема с их стороны, да. Проблема того, что был нанесен удар по джихадистскому главарю. А во-вторых, что это было в Дамаске, в центре города. И, естественно, тут вопрос уже другого толка. А где же вся система противоракетной обороны, противовоздушной обороны? То есть, каким образом израильский летательный аппарат... Я не знаю, это же не доказано, что Израиль, да. В общем, не Израиль, швейцарский летательный аппарат, в Торксе, в Торксе, воздушное пространство Сирии, пролетел мимо там С-300, С-400 российской базы Хаминаи и, значит, нанес удар... Одна из причин, что Израиль не признает собой ни этих возможностей, ни этого намерения. Тут вообще проблема, потому что операции в Сирии, они действительно сейчас достаточно редкое явление в последнее время, по разным соображениям, это отдельный вопрос. И поэтому то, что это была проведена, эта операция в это время, Израиль предпочел... Если он, конечно, за этим стоял, то он предпочел, пока не называть вещи своими именами, можно понять соображение. Но, в конце концов, это ничего практически не измело в отношении, скажем, реакции джихада. Тут отдельные вопросы, кто такой джихад и кто за ними стоит, но... Прямо с языка у меня сняли следующий вопрос. То есть, разъяснить, в чем разница между исламским джихадом и, например, Хамасом? То есть, для непосвященного зрителя это все те же басмачи? Ну, басмачи они есть. Вообще, в исламских, я не скажу только арабских, потому что не всегда только арабы, да? Но в исламских там кругах или в общественности есть разное течение, направление, намерение. В самом палестинском освободительном движении тоже есть несколько течений, несколько группировок и так далее вообще. Хамас, в отличие от других палестинских организаций, ставит перед собой совершенно другие цели. В основном, это религиозная организация. И его цели уничтожение Израиля и освобождение... То есть, простая и ясная цель. Да, и освобождение территории именно этим путем. В этом контексте еще фигурируют другие более крайние группировки, как тот же исламский джихад, который является какой-то филиалом более большой организации в других местах, который ставит эту цель в более, скажем, жесткой форме. Это нужно сделать действительно во имя, так сказать, религиозных целей. Это нужно сделать наиболее жестким методом и никаком разговоре речи быть не может. Если Хамас на разных этапах так или иначе готов как-то соблюдать какие-то там соглашения, перемирия и вроде этого, то те вообще не готовы ни на что, только воевать и только стрелять. Да, но позвольте, после того, как они 32 боевика отправились на свидание с Гурием, то они вступили в переговоры. Кто они такие? Так это вот такая крайне религиозная исламская организация, которая вообще базируется на Дамаске, а в Газе находятся ее представительства якобы. Конечно, боевики это местное производство. За ними стоит, от самого главного, за ними стоит Иран. Иран раскручивает именно эту группу, эту ветвь, Хамас тоже. Но Хамас меньше, скажем, последователь за Ираном, по разным соображениям, в конце концов, по религиозным тоже. А вот как раз джигадисты, они однозначно проиранского направления, они получают, соответственно, и мзду, и оплачивают им, и оплачивают их, скажем, подготовку к военным действиям. Короче, Иран держит и в Ливане, в Избалу, и в Газе свои представители, свои группировки, которые так иначе существуют для того, чтобы оказать давление на Израиль. Это есть два фронта Ирана против Израиля, и они существуют для того, чтобы в какой-то мере быть рычагом давления, быть, скажем, какой-то активной ударной группировкой, и самому пряча за их спинами, потому что Иран, в конце концов, не в состоянии, или хочет, или не может принимать непосредственное участие в боевых действиях. Поэтому он посылает вперед, это прокси, что называется. Но небольшую все-таки ремарку я вставлю с вашего разрешения. Еще разница заключается в том, что Хамас волей-неволей является, ну, практически легитимным руководством ГАЗа, они пришли к власти посредством выборов, и поэтому у них есть хоть какая-то доля ответственности за то население, которым они управляют. Не будем их жалеть или поощрять. А русскому джихаду нет вообще ничего, то есть это полностью отморозки. Совершенно верно. И все же, тут еще следует добавить, что джихад плохо уживается с Хамасом, они ему непослушны, они не принимают в расчет его указаний, и между ними идет противостояние, и голубая мечта Хамаса была, чтобы кто-то убрал эту группировку, чтобы и было сделано, в конце концов. И это, конечно, пошло на пользу Хамасу тоже, не только, скажем, на пользу Израиля. Есть такие подозрения, что вообще Хамасовцы это его и сдали. Все это может быть. Ну, я не сведущ в этих тонкостях разведслужб сейчас, но вероятнее всего. Израиль доказал еще раз, очередной раз, свои разведывательные возможности, включая действительно очень четкие данные и очень тонкую работу всех служб, и в конце концов, включая, естественно, возможности активных действий вооруженных сил. Ну, мы тем самым как бы переходим к следующему вопросу, а вопрос я предполагаю задать следующий. На ваш взгляд, то, что убрать этого чудака нужно было, тут вообще-то сомнений нет. Единственный вопрос, что это надо было сделать, наверное, год или два назад, ну, это уже на рассмотрение спецслужб, им виднее. Ваше мнение о том, какова была реакция Израиля? То есть наши руководители заявили, что цели достигнуты, вот два дня бомбардировок, там 30 погибших были достигнуты, могли быть какие-то другие цели, могли быть какие-то другие реакции на это событие? Ну, по этому вопросу, как первому политическому, есть некоторые разные мнения. Есть, которые считают, что вообще нечего там с ними, как говорят, баловаться, или цацко-цак, как говорят, да, и надо было вообще пройтись по ним и решить этот вопрос силоземия. Пройтись по этой пешеходной, сухопутной, извините, операции? Да, есть очень, есть определенные, скажем, группы силы, мнения, что одними ударами хирургическими, тем более, проблему не решить, нужно взять эту газу, потрошить ее и навести порядок. Есть такое мнение, конечно, выражается очень так грубо, но примерно вот такое направление существует. И сейчас тоже немало критики в том, что вот еще раз балуетесь, они снова придут в себя и начнут заново допекать. Тут поднимается встречный вопрос, а вообще, как можно воевать с террором? Есть ли вообще какая-то возможность уничтожить террор полностью, убрать его, смотрите, сколько лет, двоюрод вокруг, разные державы с разными группировками, они еще пока существуют. Напоминаю, напоминаю, ИГИЛ и так далее, я уже не говорю о более мелких, напоминаю исламистов самой, скажем, в бывшем Советском Союзе, которые пока здравствуют, напоминаю, что происходит в Афганистане и так далее, они везде существуют. Убрать их полностью, это отутюжить территорию. Ну, российский Кавказ и Афганистан, это большие пространства, горы, трубную доступность, газа, вот она, на ладошке, она просматривается со всех сторон. Технически это не проблема, проблема здесь заключается в другом. Вообще, воевать с ними, это убрать сейчас, они возникнут заново. Взять территорию, это включает 2 миллиона населения, с которыми нужно как-то теперь что-то делать, кормить, опекать, решать их проблемы, заменить их, свое руководство, и теперь, говорят, здоровой головой в больную пасти лечь. Есть такой подход. Говорят, что Израиль дважды предлагал Египту забрать газу. Да, они хотят. Никто не хочет этой головной боли, я уже не говорю про другие территории, с другими государствами. Есть проблема. В этом отношении в Израиле, во всяком случае, бытует решающее пока мнение, что не следует вступать в газу, не следует нести потери ради этого, не следует потом оставаться один-один с этим населением и что-то с ним делать. Нужно как-то убрать руководство, нужно как-то там навести порядок или, скажем, пригрозить, чтобы непровадно было, и чтобы они сидели, скажем, определенный период спокойно, тихо. Но Хамас, кстати, не вмешивался в эту историю. Да. И поэтому, сейчас дойдем до Хамаса, поэтому получается, что каждый раз заново есть достаточно короткие операции, такого толка, нанесение ударов, и потом есть определенный период спокойствия. Это называется сдерживанием. Есть, во всяком случае, нынешнее поколение руководства считает, что сдерживание предпочтительнее, чем занимать территорию. Хамас в этом, в данном случае, вел себя, соответственно, очень однозначно не вмешивался, якобы, хотя-то на его территории, под его покровительством. Это, скорее, корректно вел себя. Да. Ну, я не скажу, сидели, потеряли руки и так далее, но они не вмешались. Поэтому вообще разборки шли между израильскими вооруженными силами или израильской системой, и этой достаточно ограниченной группировкой и был наведен какой-то порядок. Что имеется в виду порядок? Это имеется в виду, что была нанесена серия ударов, которая привела их к выводу, что следует, наверное, успокоиться и переждать, скажем, до следующего раза. Ну, минувши ночью, за несколько часов до вступления перебиря, ликвидировали еще одного главаря. Точно так же причем? Ну, вроде так. И пригласили, что они, ну, успокойтесь, так будет дальше. Что произошло на самом деле? На самом деле, после этого, значит, ликвидации, те, значит, джихадисты, естественно, подняли, задействовали свою ответную операцию, в течение двух дней наносили ракетные удары, около 400 ракет было опущено. И, соответственно, между прочим, достаточно скромно рассказывают, что там произошло, но на самом деле два дня подряд лейтмобили. Очень осторожно, точечно, хирургически, чтобы, не дай Бог, не нанести, скажем, привести к жертвам среднемирного отселения, что не было, что ничего не случилось. Извините, Министерство здравоохранения ГАЗа утверждает, что среди погибших есть женщины, дети... Одна женщина и... Ну, женщина одна, это та самая, которая жена джихадиста. Но, правда, вот у меня возникает вопрос, не включили ли они случайно в это количество погибших в офисе комитета по соблюдению прав человека в ГАЗе, в который засадили ракету вот эти исламисты, по ошибочке. И там погибли люди. То есть, скорее всего, их тоже включили в это количество. Нет, тут еще следует... Конечно, но еще давай желательно добавить, что с израильской стороны не было жертв. Это значит, после 400 ракетных ударов нет в израильской стране жертв. Они хотели добиться, ну, как минимум, какого-то крополития, и не получилось. Ведь израильская противовоздушная система обороны доказала себя самым лучшим образом. Ну, и службы тыла надо отдать им дужно, они работали великолепно. Это зачитание. Предупреждали, все. Население было достаточно подготовлено. В основном все, кто пострадавшие, это 90% от тех, кто там поскользнулся, бежал. Или поскользнулся, или там в шоковом состоянии. В шоковом состоянии, травма там. Ну, это не ранение, это не практически ранение, а кровополитное ранение. Ну, так бывает. Так что в этом отношении они практически ничего не добились, хотя они сумели... Они завели огромную победу, кстати. Они сумели парализировать полстраны на два дня. Парализовать, да. Парализовать, пардон. Но, соответственно, жертв нет, и нечем, в смысле, ну, хвастаться в данном случае. Поэтому пришли к выводу, что продолжать не могут. Кончаются боеприпасы, есть жертвы, будут еще больше. Было понятно, что еще через, скажем, день-полтора не будет нанесен сухопутный или наземный удар, поэтому уже не надо приходить в эту черту, что и было сделано. Поэтому, если суммировать, то произошло так. Было, так сказать, после определенного периода, естественно, соответственно, поведение всех сторон, был нанесен удар, в смысле уничтожение руководителей. Точечный удар, ликвидация, назовите, как хотите. И результат был двухдневный там обмен любезностями, в смысле нанесения ударов. Кончился тем, что жертв израильской страны нет, у них достаточно, немало жертвов с их стороны, и результат таков, что они запросили практически перемирие. И Израиль согласился, к чему ему обязанности. Я не знаю, что они поставили, чтобы Израиль прекратил точечные ликвидации. И он этого не обещал. Будет тихо, не будет ликвидации. Ничего не обещал. Хотите, прекращайте, пожалуйста. Принимаем ваше предложение, прекратите огонь. Все. То есть никаких обязательств Израиль не взял на себя? Ну, а теперь они должны разобираться там с Хамасом, с другими партнерами там по борьбе. Но есть шанс, что Хамас их сейчас начнет добивать? Есть такой шанс. Не исключен такой шанс, потому что в конце концов ему за это надо как-то расплачиваться. Израиль, со своей стороны, в какой-то мере относится с достаточным уважением к Хамасу, что он повел себя корректно. И не исключено, что это как-то еще скажется на взаимоотношениях. Друзья, спасибо большое. Спасибо, Цви, за этот интересный анализ. Будем надеяться, что урок им преподнесен. И, по крайней мере, на ближайший год-два будет относительно тихо. Иллюзия? Нет, это реалья. Спасибо. Дорогие друзья, Цвим Аген, дипломат, экс-пасов Израиля в России и Украине, полковник. Не будем произносить ваше воинское звание. Не надо. Хорошо. Никто не слышал, дорогие друзья. Политом. Я этого не говорил. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok